в этой теме мы рассмотрим преобразование объектов к примитивам например мы знаем что если у нас есть какое-то число вернее если у нас есть строка мы можем привести ее к числу используя например плюс либо можем привести число к строке но как быть с объектами как мы можем привести объект к другому типу и что если мы возьмем и отнимем какой-то объект или добавим или сравним как быть в таком случае в отличие от других языков программирования в javascript объект равен true вернее объект и есть true неважно какой объект он true соответственно он равен единице потому что true это единица в джаваскрипте окей так например мы хотим вывести информацию об объекте в данном случае объект помощью alert фактически приводится к строке то есть у него неявное вызывается to string здесь показано что мы можем в качестве имени другого объекта в качестве имени свойства мы можем помещать объект нам также нужно вспомнить что такое явное неявное преобразование в данном случае мы видим что мы объект явно приводим к числу здесь у нас как бы неявное преобразование мы пытаемся объект привести к числу операции с датами в данном случае не совсем понятно допустим здесь будут даты мы рассмотрим в следующий раз и они будут возвращать промежуток времени а здесь у нас идет как бы сравнение например когда мы преобразуем числа к примитивам у нас происходит вызов некоторых штук которые находятся под капотом джаваскрипта например движок джаваскрипта пытается найти следующие методы во время преобразования такие как символ ту примитив и ищет их hint hint это в нашем случае был номер например например если мы хотим привести к строке у нас ищется метод object to string если его нет тогда ищется следующий метод object value of в случае числу у нас пытается привести object value of если его нет то object to string и также если непонятно какой int будет то возможно приведение к дефолту давайте рассмотрим то что мы можем например переопределить если захотим например object symbol to primitive и давайте рассмотрим такой пример в данном случае у нас есть объект user у которого есть свойство name money и у него есть вот такой символ ту примитив который ищет хинт и выводит этот хинт далее возвращает если мы поместили строку если хинт равен string тогда мы возвращаем имя и пишем имя если не string тогда мы пишем деньги и в данном случае мы помещаем юзер у нас видно что выводится john name давайте посмотрим вот name и полторы тысячи здесь когда мы берем число то же самое здесь здесь выводится тысяча посмотрим на похожий пример но здесь мы не будем использовать символ ту примитив и сразу будем использовать ту стринг или value of и в данном случае мы их переопределим например этот метод alert вызывает не явно ту стринг и здесь мы переопределяем ту стринг и выводим информацию которую мы хотим например без ту стринг информация у нас выведется вот так как автор он чему-то не хочет запускать окей она у нас выведется как object object но мы не хотим вывести object object и хотим вывести автором не то сказал а хотим вывести то что мы переопределяем вот окей в данном случае мы переопределяем value of и value of нам выведет тоже то же самое что в предыдущий раз окей а что если мы сделаем вот так здесь у нас попробует вывести ту стринг и мы находим ту стринг случае если нет value of мы выводим ту стринг в данном случае у нас выводится john 500 и сложится числовое значение со строкой а также хочется сказать что некоторые такие методы могут возвращать значение и вообще хорошим тоном считается что методы возвращают числовое значение но по историческим причинам например ту стринг и value of возвращают объект окей давайте посмотрим такой пример вот и в данном случае у нас ту стринг возвращает 2 если мы говорим object умножить на 2 у нас вернется 4 то есть таким образом у нас при вызове объект преобразуются к 2 стринг который возвращает 2 который будет преобразован к числу потому что любой математический оператор кроме плюсом и образует оба вычисления к числу так хочешь 带 zd жд 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 Продолжение следует...